Продолжаю прогулочку по Махмутлару, она сборная у меня выходит, потому что у меня постоянно аккумуляторы садятся или плохо зарядёт. Просто как в раю, здесь никого нету, я один умылся, походил, посидел в беседочке, очень классно здесь. Очень классно, мечеть суперская, просто она огромная внутри там. Очень большая территория, идём дальше. Помыл ножки там, посидел, умылся. Всё-таки устал, я по базару прошёл, пока жарко, всё-таки там ещё рюкзак на спине был. Теперь можно двигать дальше, но я шёл по той дорожке, чуть-чуть я сюда сбился, вышел отсюда. И пойдём теперь по этой дорожке. Вот, я давно не был, знаю эти места, конечно. Давненько здесь не ходила, 101 магазинчик. Кстати, сычку взять вот это что-ли. Ладно, не буду по магазинам ходить. Ой, как тут классно. Убажаю, вот эта улица Махмутларская, которая не центральная, где никого нету, никто не ездит. Вот, классненько. Классненько. Домики, вот вы видите, есть такие довольно старые, турецкие. Кстати, почти, а не почти, а в каждом, вот смотрите, балкон с мангалами. Вы видите, вот, да? Ряд вот этого балкона с мангалами сразу предусмотрены. Одинаковые сразу при закладке дома. Только угловые, а остальных нет. А, тут все, собственно, это улица, все такие дома, которые такие довольно-таки уже старенькие. Ну, не знаю, по сколько им лет, возраст. И сейчас мы выйдем уже на ту улицу книжную, как она правильно называется, парт, где девочка Абельсин Кирвилл. Не знаю, можно потом через Лимон, в принципе, и к морю выйти. Можно. Уже просто мало кто будет на пляже, наверное, а может еще и будет. Завтра шлакдаун все-таки. Местная молодежь русскоязычных не вижу. Уютненькая улочка и классные у них дворики. Не знаю, живут ли тут русские в этих домах, наверное, либо вряд ли, либо мало. Но вполне-таки так классно здесь. Так, стоп, я уже немножко запутался, где вы идете дальше, где начинается эта книжная улица. Я точно не могу. Смотрите, большие дворы. У меня, ну, вот! У меня! Давно я здесь не ходил. Наверное, ну, как минимум, год это, а то и больше. Это именно вот эта улочка, я помню. Какого-то она за этим важна. Чуть часто ездить стали. Мотоцикл, машина. Не должно тут так ездить. Такого движника здесь. Не должно быть оживленного. Дочленд поехал навстречу. О, и тут еще апельсинки с апельсинками. Сейчас, конечно, уже не так часто можно увидеть апельсин. Еще Дочленд. Апельсинки с апельсинками. Сейчас не так часто. А тут, смотрите, прям полно апельсинок. Деревья сохранила она их до сих пор. Так, и вот мы выходим сюда, куда я хотел вас привезти. Многие, думаю, любят этот парковый туалет. Почти сначала мы вышли, скажем так. Почти сначала. Идем теперь сюда, конечно, желательно. Можно найти и изучать выдающихся людей турецких. И читать их произведения. Интересно, смогу я турецкий стих читать? Нет, не могу я читать турецкие стихи. Мушмула. Это вот дерево. Пахнет тут. Что-то цветет и пахнет. Котенька, обалдеть. Привет, котенька. Привет. Привет. У меня есть еда, конечно, кошачья. Могу тебя угостить? Угостить? Да. Видели он головой так это... Головой махнул вниз. И это... И, короче, сказал, типа, да. Да, 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 угостить. Сейчас, международно. Так вот это место я помню или не помню. Смотрите, прям качельки. Мои любимые. Там что-то типа какого-то монумента, но он закрыт еще. Попечатляешь его открывать. Вот, смотрите, он завешенный. Вот эти лавочки. Не помню. Или я так давно сюда не доходил, наверное, до этого места с лавочками, качельками. Любовь здесь не было. Вот, реально, не помню. Обычно я там, где девочка рвет апельсинку, а дальше редко дохожу. Сейчас вот были, скорее всего, качельки просто меня-то с 19-го года не было, наверное. Тут тоже вот имена писателей и поэтов, я так понимаю, турецких. А нет, не только турецких. Эдбир Аланпо. Хотя, в основном, турецкие вроде, да. Тут частная клиника. Съедра и Съедра. Съедра, Съедра. Конечно же, надо вам показать девочку рвущие апельсинки. Ещё котейка. Которая, наверное, тоже не откажется от виска. На. Не откажешься? Библиотека почти пустая, удивительно. Девочка рвущая апельсинку. Уже зелёные растут, подрастают. Нового урожая. Лавочки тоже с лицами известных личностей творческих. Так, теперь, наверное, в какую сторону мы пойдём, я даже не знаю. Наверное, идём таки к Лимону, я не знаю, выйдем на море, не выйдем на море, но идём в сторону моря. Вот здесь больше русскоязычных или турецких. Казахстан тут лидирует из советских. После турков, наверное, Казахстан на втором месте. Пацаны дерутся, джигиты. Погнали их разнимать там. В сторону Лимона. Сейчас мы выйдем. Вонючие руки, по-моему, по-своему. Выходим туда, где кафе Лимон, и, возможно, выйдем на пляж в районе кафе Лимон. Не знаю, возможно, там эти части, которые были до этой, может быть, они будут с монтажом, а эта, если она у нас длинная получится, то, может быть, она будет без монтажа. Блю-кафе, ресторан-бар, как-то машин мало по Махмутлару, там уже на центральной, как бы, улице, да. Там машины мало ездил, мало людей, раритетную авто, музыка здесь. Ну и парк этот замечательный, который возле Лимон кафе. Вива-бич-хотел. Первый раз это обратил внимание на него. Вива-бич-хотел. Ну, вряд ли он пакетный, но отель таки и морешка рядышком. Вива-бич-хотел. Там вива-маркет рядышком. Лимон, конечно же, работает. Сейчас прячу виска с этой пакет, тащу. Посталом какие-то кормить. Ах, только спрятал виска с такой жирной котяра такой, да? Красавчик такой, да? Ох ты какой. Так, Лимон работает. Вива-этот отель тоже работает. Идем в сторону моря, там есть переход подземный. Выход к морю. Эта часть таки выйдет самостоятельно, я думаю. Красивый домик, какое оформление, да? Мелочи приятно. Смотрите, как здорово, да? Дельфинчики, кораблики. Как здорово сделали. Дэмурат Юджин. Пощадочка. Это тоже Казахстан или Казахстан лидирует. Идем по переходику к морю. Идем по переходику к морю. Это какой-то экскаватор большой Стань. Вау, там полно еще людей на море, несмотря на время. Какой-то номер пляжа я не могу сразу. Много людей повсюду, я смотрю. Вау, смотрите, как там много людей. Вообще по всему берегу. Как много народу. Всю следующую часть, наверное, начну. Сейчас здесь походим по берегу просто. Спасибо за лайки. Прошли мы и так уже немало, в принципе.